Зная, что Россия на первом месте в мире по числу курильщиков, у нас 100 тысяч человек, Россия на первом месте. И где-то второе, третье место по производству табака. Зная это, вы можете сделать вывод. Да, зная, что по спиртному, может быть, мы не на первом месте, но в десятке лидеров. Зная об этом, вы можете сделать вывод. Какой доход нашему государству от алкоголя и табака? Большой или маленький? Ничего не говорите. Запишите, пожалуйста, ваш ответ, одним словом, если получится, рядом с вопросом. Запишите ваш ответ рядом с вопросом. Поднимите, пожалуйста, руку, кто за большой доход. Повыше. Вот этой рукой сейчас возьмите авторучку, поставьте тире рядом с вашим ответом и запишите лапша. Лапша. Ну, в кавычках. Сейчас выясним. Как понять, что информация, о которой вы сейчас высказали, что это большой доход, что это информация ложная? Это ложное убеждение? Как понять, что это ложное убеждение? Нужно разобраться в вопросе, кто у нас производит и продает. Весь алкоголь в нашей стране, самый потребляемый раствор какой? Пиво. Пиво. Самый потребляемый раствор пива. Все пиво в нашей стране делают пять иностранных компаний. Пять. Первое место занимает Балтика. Это иностранная компания. Ей владеют скандинавские страны, несколько стран. Норвегия, Финляндия, Швеция. Самый большой завод стоит в России. А владеет концерном. Иностранцы доход кому? Директор компании нашего представительства, российского представительства Балтики, в 2009 году был назначен директором строительства Олимпийского комплекса в Сочи. Сегодня это советник президента по спорту. И он является, Балтика, это официальный партнер Олимпийских игр. Итак, первое место Балтика. Второе место компания, производящая пиво Клинское. На бутылке написано, кто производит. Компания Сан Интербрейт. Это Индия и Бельгия владеют концерном Сан Интербрейт. Производит в нашей стране Балтика почти 40% пива. Сан Интербрейт почти 20% пива в нашей стране. Владеют Индией и Бельгия. Доход кому? На третьем месте компания Красный Восток. Не слышали такое? Это татарская компания, раньше была. Так как иностранцы захватили пивной рынок, они сделали так, что производить пиво в России стало невыгодно. И эту компанию, которая производила 4% пива в стране, ее выкупила турецкая компания Эфес. И сегодня Эфес занимает третье место в России по производству пива. На четвертом месте компания с одноименным пивом Хейнекен. Это Голландия. Ну и на пятом месте пиво Золотая бочка и Велкопоповецкий козел. Велкопоповецкого козла у нас делает кто? Чехи. Обычно так отвечают чехи. Это тоже ложные представления о производителе. Компания называется вот так. Что-нибудь понятно? Три буковки С, А, Б. Красным не видно, да? Расшифровывается это. Саут, Африкан, Брейверс. Южная Африка производит в нашей стране пиво с Золотую бочку и Велкопоповецкого козла. На бутылке написано, никто ничего не скрывает. Итак, все пиво, ну почти все, больше 90%, выпускает пять перечисленных компаний. Все вино, вино делают в России, нет? У нас остался с виноградом только Краснодарский край, по-моему, да? В Магнитогорске не выращивают виноград? Нет. Поэтому, ну не в том количестве, из которого можно делать, вот, значит, в промышленных масштабах вино. Вино делают иностранцы. Кстати, если вы помните, в 2006 году разгорелся винный скандал с Грузией, да. Министр внутренних дел, я забыл фамилию, он сказал следующее. Это заявление до сих пор есть в интернете. Он говорит, в Россию хоть мочу отправлять, они ее все равно будут пить. И все, запретили. Значит, вино делают иностранцы, пиво иностранцы, водку делают... Водку делают частники. Значит, доход получает кто? Иностранцы и частники. Да, по табаку. Весь табак в России делают пять иностранных компаний. Ну, практически весь, больше 90%. Сигареты иностранных марок выпускают иностранные компании. Это понятно? Сигареты российских марок. Самые знаменитые. Какие у нас марки? Значит, Петр Первый. Что там у нас еще есть? Вот там же, где делают Петр Первый, делают сигареты русский стиль. На той же фабрике. Золотая Ява. Союз Аполлон. Ну, это то, что вот самое такое, на виду. Союз Аполлон делает компания Филипп Моррис. Золотую Яву делает... На пачке написано, никто не скрывает. Бритиш Американ Табако. Доход кому? Американцы. Это, их называют, транснациональные табачные корпорации. Ну, а сигареты Петр Первый русский стиль, кто делает? По названию, так и хочется сказать, что Россия. Но на самом деле, это не так. Эти сигареты в России выпускает компания, которая занимает второе место в мире по производству табака. Вот я развалил. Видно? А понятно? Что за капрой? Помните? Не, вообще на пачке написано, что сигареты Петр Первый и русский стиль выпускает Сао Петро. Сао Петро. А Сао Петро владеет вот эта транснациональная табачная корпорация. Это Japan Tobacco International. Русский стиль. В Японии это единственная компания, производящая сигареты. А больше никак производят. А у нас производят. Все, кто хочет. Сами японцы приняли решение в ближайшие несколько лет выйти на ноль выкуриваемых сигарет. Как вы думаете, курики бросить в Японию? Эти бросили. А кто так курики бросить, концерт закроет? А кто будет курить? Сегодня вся реклама табака направлена на наших с вами, на не курящих. Наши ученики. Итак, в России все наркотики производят иностранцы и честники. Что мы имеем в результате? Здесь вот при подаче информации используется прием. Для того, чтобы обмануть человека, мы выяснили, что в основном любое натомание лежит, почему? Обман. Ложные представления. Для того, чтобы обмануть человека, используется прием, который я называю прием частичной подачи информации. Человеку говорят часть информации. Часть. А вторую часть не говорят. Один пример мы уже с вами разобрали. Человеку говорят спирт, лекарство. Какое было дело у человека? Чем больше выпечки, он здоровее. Так? Человеку говорят спирт, лекарство. Больше ничего не говорят. А здесь-то написано, нужно дочитывать предложение в этой интерфейере. Лекарство наружного применения. То есть часть дали. И на основе частичной информации человек делает прямо противоположный лог. Примерно то же самое происходит и в случае с доходом, у которого мы сказали, что есть доход. Человеку дают часть информации, а алкоголь приносит доход. Но, вот, например, в Татарстане, у нас в городе, я в газете «Знамя труда», это наша районная газета, прочитал информацию о том, что если вы купили выкупу лодки в Татарстане, выпущенную в Татарстане, за 100 рублей, то за 100 рублей, которые вы заплатили, 37 рублей. Это акциз. Акцизы, ладно, выкупили. Акцизы. То есть, смотрите, это действительно много. Правительство любой страны знает, что производство наркотиков – это бешеная прибыль, и назначают бешеный наук. Это правильно. И когда человек читает об этом в газете, вы знаете, газета так, вот эта статья так написана, что патриотически настроенный читатель, не владеющий информацией, он после прочтения лицеты, после прочтения этой статьи, бежит туда, в магазин, ну как пронести этот отстану дохода? Сгонять и купить и купить, больше положить в казну татарстана денег не кормить. И вот человеку говорят, доход большой, это правда, но только часть. А вторая часть заключается в том, что с 1992 года, 1992 года, население России вымирает. В 1992 году, в населении было 147 миллионов человек. Сегодня 2013, сколько народу? 143 миллиона человек. С 1992 года по 2012, на протяжении 20 лет, население России сокращалось. Но об этом население даже не знает. Население выбирает. Общая смертность. Общая смертность. Сегодня около 2 миллионов человек. 2 миллиона. Вот все эти годы, была почти 2 с половиной. В прошлом году, 2 миллиона человек. Берем смертность от наркотиков. Нелегальные наркотики, официальная цифра 1. Точно никто не знает, сколько умирает от нелегальных наркотиков. Это что-то порядка, ну наше предположение, 5-10 процентов. Мы брали раскладку в нашем Мурке, в Аминусе, в 2004 году. Из 100 человек трогали. Но здесь цифра такая, очень скользкая. Официальные цифры нет. Алкоголь. Да, давайте, табак. Табак дает 20 процентов смертей. От заболеваний, вызванных курением. И алкоголь, прямые косвенные потери, 37 процентов. Что такое прямая потеря, понятно? Что такое косвенная? Прямая выпил, умер. Косвенная выпил, зарезал, выпил, задавил, утонул или еще что-то. Итак, прямые косвенные потери. Итого? Более половины смертей. Давайте возьмем 60 процентов. Это сколько будет? Более миллиона человек. Значит, более миллиона человек. Каждый год в России более миллиона человек умирают. Только потому, что люди курят, пьют спиртное, употребляют какие-то другие наркотики. Эти люди больше никогда не принесут доход. Согласны? То есть доход приносят люди, а не... Возьмите территорию нашей страны. После развала СССР у нас все равно самая большая территория. Так? Если всю эту территорию заставить пивом, вином, водкой, сигаретами, народу нет. Доход будет? А вы же говорили, что большой доход. Значит, доход приносят, мы сказали, люди. Люди по миллиону в год, больше миллиона в год, в гроб. Эти люди больше никогда не принесут доход. Про них, в общем-то, можно было бы забыть. Раз умерли, ну, закопал и забыл. А вот про это не забудешь. Каждый год в России миллион триста, один миллион триста тысяч человек нуждается в операции на сердечно-сосудистую систему. Это, по словам самого главного кардиохирурга нашей страны. Лео Бакерий. Это только сердечно-сосудистые заболевания. А алкоголь является главной причиной циррозов, панкреатитов. Раковые заболевания. Миллион сидит в тюрьмах. Больше половины преступлений совершается в нетрезвом состоянии. Смотрите, если про этих можно было бы забыть, то про этих забыть не получится. Потому что первых нужно чего? Лечить. Еще миллионы врачей. Этих нужно ловить, сажать и охранять. Миллион милиционеров и всевозможных служб, которые занимаются этим. На чьи деньги у нас живут врачи и милиции? На наши деньги. И получается, что мы доход получаем? А что? Убытки. Запишите, пожалуйста. На один рубль дохода. На один рубль дохода. На один рубль дохода от алкоголя и табака. На один рубль дохода от алкоголя и табака. На один рубль дохода от алкоголя и табака Россия имеет Россия имеет 4-6 рублей расхода. 4-6 рублей расхода. 4-6 рублей расхода. Давайте по этому поводу посмотрим несколько роликов. Это такой же доход, как в анекдоте, если слышали. Помните? Девочка говорит, если бы папа не пил, то и хлеб не на что было бы купить. А так сдаем. Пустые бутылки и покупаем хлеб. Вот какой доход. Присмотрите, если с бутылки водки 37 рублей в карман положили, это правда, это большой доход. Но нужно смотреть на картинку в целом. Положили 37, а расходы связанные с этим умножаем. Среднее берем. На 5. Получается 185 рублей из другого кармана вытащили. В один 37 положили, 185 вытащили. Можно это деньги накопить? Можно, но не себе. Кому? Производителям. И мы с вами занимались этим до прихода сюда. Я в МГУ учился. С первого раза поступил. Первую сессию, когда сдал, Лешка с пацанами пришли. Ну, пили ром и пиво, кажется. В общем, выпили и сел за рулю. Не помню, как нас на встречку вынес. В общем, Леша друг сразу погиб. И женщина в той машине тоже. В России по вине пьяных водителей ежегодно происходит более 13 тысяч ДТП. Береги себя. Мы проект большой закончили в компании. Ну, и, конечно, отметили это, премию дали. Еще и за это выпили. Дальше все, как в тумане. Домой пошел, ребята какие-то стояли на улице. Быстро все произошло. И удар-то не сильный был. Он упал, и все. На суде сказали убийство. Я даже не знаю, из-за чего драка началась. В России 80% убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. Береги себя. Она из армии меня дождалась и сразу поженились. Ванька сын родился. Меня менеджером взяли. Вот просто так, представляете. А через год жена сказала, что уходит от меня. Из-за друзей, из-за пьянки. Я тогда напился. Сначала удержать ее хотел. Назмерел просто. Опомнился в милиции только. Ваня сейчас в детском доме. В России 80% убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. Береги себя. У меня мама, папа, бабушка есть. У нас компания во дворе была нормальной все ребята. Мне девчонка одна нравилась из нашего района. Ну, а она со мной не очень. А тут сидели, она идет. Я уже выпил. Я за ней пошел, ну, там заговорил, а она ни в какую. Короче, я что-то схватил ее. Тут еще двое наших подбежали. На суде я не мог на нее смотреть. Половина всех изнасилований в России совершается в состоянии алкогольного опьянения. Береги себя. Давайте быстрее посадитесь. Ну все, счастливо. Еще раз с днем рождения. Мы полетели. Сынок, может, останетесь? Ты же выпил. Ой, да ладно, пара бокалов финамом. Ничего страшного. Все, счастливо. Все, счастливо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Лечение импотенции сегодня – это успешный бизнес. Практически 90% мужчин в России употребляют алкоголь. 80% из них страдают импотенцией. В моей работе даже нет конкуренции. Я спокоен за свое будущее. Подумайте о своем. Следующий. Хорошо посидеть, поболтать с подружками, обсудить новости, посплетничать. За разговорами не замечаешь, как становятся шире плечи, голос грубеет, а над верхней губой появляются усы. Организм начинает работать по мужскому типу. Фитоэстрогены, содержащиеся в пиве, подавляют выработку женских гормонов. Береги себя. Хорошо посидеть с мужиками, попить пиво, поболтать о своем, мужском. За разговорами не замечаешь, как на бедрах и на талии появляется лишний жир, как голос становится тоньше, а грудь больше. Фитоэстрогены, содержащиеся в пиве, подавляют мужское начало и понижают интерес к женщинам. Пиво уменьшает выработку мужских гормонов и приводит к импотенции. Береги себя. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как сын делает первые шаги, учить его играть в футбол, показать ему этот огромный мир. Подумай, алкоголь убивает твое будущее. Подумай, что будет с тобой и твоим ребенком. Пока есть возможность. Оставь себе и ему шанс на счастливую жизнь. Быть мамой, обнимать малыша, кормить его, купать по вечерам. Когда ты выпиваешь, ты отбираешь у себя шанс стать матерью. Ты отбираешь у себя шанс родить здорового ребенка. Остановись. Подари себе счастливое материнство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok